Всем большой привет! Добро пожаловать в наш домик! Девчонки и мальчишки, я приготовила для вас целую серию меню на неделю, как вы и просили. И поэтому не буду долго затягивать. Наливайте чашку кофе, чая или готовьте продукты и начинаем уже баловать нашу семью. Я постаралась разнообразить меню. Каждый день что-то новенькое, но есть, конечно, и повторяющиеся блюда, потому что, приготовив, например, на обед перцы фаршированные, я же не могу их выкинуть и не доесть до конца. Поэтому по максимуму возможностей своих я для вас старалась, так что давайте уже начнем и приглашаю вас к просмотру. Всем доброе утро! Сегодня на завтрак готовлю панкейки. Я сделаю несколько штучек с яблоком, чтобы вам показать, как я их делаю, потому что у меня был запрос. Остальные сделаем просто панкейки. Из этого количества должно получиться таких крупненьких штучек 10, наверное. Если делать маленькие, то, соответственно, больше их получится. Что нужно нам для них? Мука, молоко, сахар, яйца, ванилин, разрыхлитель. Я добавляю именно разрыхлитель, потому что он лучше. И от него структура такая, знаете, пушистая, рыхлая. Соду мне не нравится в панкейки добавлять, это совсем получается не то. И немножко растительного масла, пару столовых ложек, ну и, собственно, яблочко. Значит, взбиваем сначала яйца с сахаром. Все зависит от того, как вы взобьете яйца и сахар. Нужно взбить в пышную пену. Тогда у вас сами изделия получатся очень нежные и пушистые. Вот такая пышная белая пена у нас должна с вами получиться. Сюда мы отправляем молоко. И еще раз вот так хорошенечко перемешаем. Далее будем просеянную муку добавлять и туда же отправим пакетик разрыхлителя. Добавляем муку. Добавляем ванилин или ванильный сахар можно. Но это тогда уже не через сито, а просто в тесто. И, собственно, сам разрыхлитель. Чуть-чуть просеяли, перемешали. Чуть-чуть просеяли, перемешали. Мука у всех разная. Смотрите сами. Я сейчас вам покажу, какая должна быть консистенция. Вот сейчас, смотрите, тесто. Это жидкое тесто. Нужно добавить еще немножко муки. Оно должно быть у нас с вами жиже, чем на оладьи. Но я добавлю где-то еще вот столько. Сейчас еще, наверное, одну столовую ложечку добавлю. Добавил еще столовую ложечку. То есть, смотрите, на поверхности должны оставаться такие горки. Вот теперь тесто у нас нормальное с вами. Так, и все. И под конец я вливаю растительное масло уже и мы перемешиваем. Немножечко дадим тесту постоять, пока будем разогревать сковороду. Пока тесто настаивается, давайте я вам покажу, как я нарезаю яблочко. То есть, я разрезаю пополам, удаляю сердцевину. Шкурку я не чищу. Если есть желание, можете почистить шкурку. Мне кажется, с ней как-то прикольно. Вот, и само яблочко я нарезаю. Сначала вот так пополам, а потом вот такими вот тоненькими дольками. Разогреваем на сильном огне сковороду с антипригарным покрытием. Желательно выпекать мы будем на сухой сковороде, так как у нас в тесте уже присутствует растительное масло. Все, сильно разогреваем, и сейчас я вам покажу, как их нужно жарить. Сковорода разогрелась. Появились пузырьки на поверхности теста. Берем одну ложечку и вот таким образом наливаем круглые лепешечки. Как только на поверхности вот начинают появляться вот такие пузырьки, мы с вами смотрим. Нужно уже переворачивать на другую сторону. Вот такие зажаристые. Ну, вы там смотрите уже по вашему вкусу. Не любите зажаристые, значит, делаете более бледные. Ну, то, что готовить на антипригарной сковородочке, одно удовольствие, такие изделия, это уже точно не поспоришь. Так, это простые, я вам показала, без яблочка. Сейчас следующую партию будем делать уже с яблоком. Давайте посмотрим, что у нас там. Ну, вот такие вот красивенькие, зарумяненькие, выкладываем на тарелочку. Сейчас покажу, как делаем с яблоком. Точно таким же образом наливаем лепешки. И пока они у нас свеженькие, мы раскладываем яблочки, дольки, прям вот так сверху. Пока они у нас готовятся, давайте я вам покажу, какой он получается внутри. Вот такая вот у него структура внутри, просто объединяем. Поверхность тоже покрывается пузыриками, значит, пришло время нам аккуратненько переворачивать. Все, и готовим на слабом огне, на другой стороне. Все, приготовились. Давайте посмотрим, что там у нас получилось с вами. Вот такие они получаются с обратной стороны. Яблочко успевает пропечься. Очень интересно, оригинально и вкусно. Выложила на тарелочку и решила посыпать немножко сахарной пудрой. Но это уже на любителя, смотрите сами. На обед я предлагаю вам приготовить фаршированный перчик с картофельным пюре, с заливкой и с овощным салатиком из помидорок черри. В первую очередь, что нужно сделать, это нарезать небольшими кусочками лук. Также натереть морковь на крупной терке. Устанавливаю на мультиварке программу «Жарка». Наливаю в мультиварку немного растительного масла и выкладываю обжариваться лук и морковь до золотистого цвета. Также нарезаем два небольших помидора небольшими кусочками. И отправляем к нашим овощам обжариваться. Нужно обязательно посолить, добавить приправы, перчик черный, молотый, перемешать. И я добавляю примерно 1 столовую ложку муки. И немножко нужно ее обжарить. Вливаю примерно 1 литр холодной воды и разбавляю, превращаю в такую подливу. Подлива закипела и отправляем наш перчик. Накрываем крышкой и устанавливаю программу томления примерно на 50 минут. Для салатика я помидорки черри режу пополам на две части. Также нарезаю зелень, петрушка, укроп. Это уже по вкусу, по вашему желанию. Я еще добавляю в салатик листика базилика. Он очень ароматный. Заправляю я обычно еще луком. Мне нравится, когда в салате сладкий лучок фиолетовый. Наливаю оливковое масло, либо майонез, сметану. Тут уже по вашему желанию. Какой салатик вы любите. И хорошо перемешиваю. Для перчиков я нарежу мелко 3 зубчика чеснока. И также отправлю чесночок к перчику. Подлива получается ароматная. Приготовим картофель. Все как обычно. Чистим, режем. Обтвариваем картофельное пюре. Я делаю это миксером. Мне так удобнее. И начинаем накладывать в наше картофельное пюре. И фаршированный перчик. Очень вкусный. Нежный перец получается. Аромат. Аромат восхитительный просто. И картошечку я обычно поливаю бульончиком. Подливой. Тоже очень-очень вкусно. Так, на ужин. Я сейчас буду пробовать отваривать домашние сосиски, которые мы делали с вами вместе. Видео, где я их делала и как делала, из чего. А я вам оставлю ссылочку в описании под видео. Переходите, смотрите. Сейчас отвариваю у Веронички сосиску. Одну штучку. Я знаю, что больше она не съест. И на ужин у нее будет на гарнир рис отварной. Просто отваренный рис. Сейчас я вам покажу, какая сосиска получается у нас внутри. Вот такая мягкая. Очень сочная. Очень много сока. Приготовилась она. Исключительно вообще сварилась. Не знаю, мне кажется, очень круто. Так что сейчас будем ужинать. Всем приятного аппетита, кто ужинает. Ну, а мы с Валерой сегодня решили поужинать перчик. Нам он очень понравился. Я надеюсь, вам понравилась данная тема видео. Завтра будет продолжение. Так что на неделю уже все расписано у меня. Я не буду к каждому видео теперь делать вступление. Я вас поприветствовала. И вперед на мин. Так что до завтра. Завтра и последующие дни вы увидите другие виды моего меню. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал в YouTube и на Instagram. Там тоже много чего интересного. И выходят мои рецептики там намного раньше. Всех благодарю за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»